Так, я здесь вот нашла какой-то для вело, ролла, в общем, спортсменов, горки всякие. И, наверное, буду здесь разминаться, потому что другого места у меня нет. Даже есть, куда камеру поставить, даже штатив не нужен. Видели пару кадров из моей тренировки, она, ой, у меня, господи, была на пресс. Так что сейчас я чуть-чуть передохну, буквально, не знаю, несколько минут и пробегусь немножко. В общем, закреплю, так сказать, результат тренировки. И было, кстати, два подхода по два, нет, по три упражнения и по 15 раз. Это для начала нормально, потому что я говорила, что я тренируюсь и все такое. Но в последнее время как-то не выдалось мне нормально потренироваться, потому что дома творился хаос. И поэтому я, в общем, и не тренировалась, так сказать. Буду возобновлять. Нашла такое место неплохое, в принципе, здесь можно заниматься. Но мне, наверное, нужно будет брать с собой коврик, что ли. Или, в общем, что-то такое нужно будет брать, подстилать под себя, потому что слишком уж грязно. Я не знаю, у меня, наверное, сзади все грязно. Но красота требует жертв. Кто-то просил показывать, чем я питаюсь и сколько калорий употребляю в день. Я не могу сказать, сколько я именно калорий употребляю в день. Но могу просто показывать еду, которую я ем. Она довольно-таки простая, поэтому мне кажется, даже комментировать там нечего. Каждый день у меня, наверное, не получится снимать, потому что у меня бывает несколько дней подряд повторяется рацион пищи, еды, да, как это можно назвать. Поэтому я буду отдельно так показывать. Вообще, не знаю, есть ли смысл для этого, но так как просили, покажу. Могу просто ответить на вопрос, да, что я ем. Утром у меня всегда либо что-то жидкое, какой-нибудь бульон, так как у меня с желудком проблемы, либо овсяная каша. Это вот два таких основных блюда, которые я употребляю утром. К каше, допустим, сейчас я стала добавлять еще яйца и какую-нибудь курицу, в общем, мясо какое-нибудь, неважно какое. Лучше, конечно, курицу. Ну, какое есть дома, такое употребляю. В обед. В обед у меня, если нет времени, то какой-нибудь смузи, банан. Если я где-нибудь на выезде, то, наверное, все-таки будет банан однозначно. И да, это будет весь мой обед. Я знаю, есть вторые завтраки, второй обед, второй ужин. У меня, если такое бывает, то это очень все легкое. Какие-нибудь орехи, сушка какая-нибудь в виде дыни сушеной, каких-нибудь фиников, изюма. Либо это также может быть банан, смузи, все что угодно. Это можно на вторые завтраки, обеды и ужины. Также это может быть вместо обеда, хотя я считаю, что обед должен быть плотнее, чем ужин. И если есть такая возможность сделать себе плотный обед и есть время, то я обычно употребляю что-нибудь белковое. Это яйца, мясо. Ну, по большей части вот эти продукты. Ужин у меня уже состоит из каких-нибудь овощей. Также смузи можно, что-нибудь легкое такое. Можно вообще просто кефир попить. Потому что если, опять же повторюсь, обед был плотный довольно-таки, достаточно плотный, то, значит, ужин вам вообще не потребуется. Особенно если, знаете, что у вас был второй обед, основной обед, потом второй обед через 2 часа, перед ужином как раз-таки, за 2 часа до ужина. И получается, что вы съедите банан, либо выпейте тоже смузи, либо перекусите орехами, либо чем-нибудь таким. И вам просто ужинать не захочется именно плотно. Вам просто захочется сделать какой-нибудь перекус. Ну, это, допустим, то, как я делаю. Я так привыкла. Я где-то около года так питалась. И хочу продолжить это. Да, еще можно включать в рацион кучу салатов. Я забыла про салаты. Много салатов можно включать в свой рацион. Можно также, если вы хотите просто перекусить, можно перекусить просто салатом. Но с добавлением туда, может быть, я не знаю, мяса какого-нибудь. Либо, может быть, с орехами салат какой-нибудь. Ну, вот как-то так. Вот на этом я полтора года назад съела собаку. Даже больше, чем полтора года. Я для себя вывела такое правило. И эти правила для меня работают. И не есть после 6, хотя бы после 7. Если я ложусь поздно, то после 7 хотя бы не есть. Потому что это не очень хорошо. В общем, да, я уже чувствую, что я отдохнула. И у нас сегодня еще как раз таки мероприятие намечается. Поэтому я сейчас пробегу. Буквально у меня вообще все расписано. Такое очень редко бывает у меня. Но сегодня вот именно такой день. Я выбежала позаниматься на пробежку. Потом прибегаю домой. У меня душ, еда. И после этого мы идем на день рождения к бабушке и дедушке. Это бабушка и дедушка моей сестры, которые здесь живут в Ступино. У меня сегодня такой бодрячком день. Хотя я проснулась, честно вам сказать, где-то в 12. Вот так вот. Потому что легла в 5 почти утра. И это не очень хорошо. Я просто сама по себе человек-сова. И это не образ моей жизни. Я не стремлюсь к этому. Я не делаю так. Но я очень гиперактивна. Именно ночью. В общем, да. Я чувствую, что я уже отдохнула. Я сейчас выхожу на дорогу и буду бежать. Я не знаю, конечно, как. Потому что грязь жуткая. Но пару кругов, я думаю, сделаю. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я очень буду рада читать их все и отвечать на какие-то вопросы. В общем, посидели хорошо. Да, поела много всего неполезного. И сегодня я это себе позволила. Потому что бабушке с дедушкой не откажешь. И они не поймут, что ты занимаешься спортом. Ведешь здоровый образ жизни. Я думаю, многие меня поймут. Хотя я не могу сказать, что я ела много неполезного. Я просто ела много на ночь, наверное. Потому что я ела в основном мясо. И маленький кусочек тортика. Причем абсолютно маленький. И да, это, конечно, меня не оправдывает. Растрепанная. Уставшая. Потому что сейчас у нас на часах. У нас уже 2 часа ночи. Увидимся в следующих видео. Всем спасибо за внимание. Всех целую, обнимаю. И пока-пока. Да, и подписывайтесь на канал. Ну и можете поставить лайк. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.